Киношкола ТГУ «Скайли» и программа «Мувитон» приветствуют вас. Если вы готовы погрузиться в волшебный мир кинематографа, то мы найдем с вами общий язык. А задавать тон нашей беседе буду я, Елена Лежнина. Как вы уже догадались, наша программа ориентирована на страстных любителей кино, истинных ценителей кинематографического искусства и тех, кому просто интересно смотреть хорошие фильмы. Забудьте про стандартные рейтинги и пятибальную шкалу оценивания. Мы предлагаем принципиально новый подход и будем присуждать фильмам «Спешл Кардс». Но об этом чуть позже. А сейчас давайте подведем итоги минувшего месяца. Мартовские кинорелизы отличались разнообразием, начиная с диснеевской ярко декорированной сказки «Золушка» и заканчивая скандальной милитари-драмой «Снайпер». Наряду с западными премьерами активно занимала позиция отечественная кинопродукция. Среди самых заметных картин стоит выделить продолжение ультрасовременного и гиперактуального фильма «Духлес» и авторское кинополотно «Да и да» эпатажной Валерии Гай Германики. Но наших «Спешл Кардс» удостоились совсем другие фильмы. Начнем по порядку. Пальма первенства, а точнее «Блукарт» получает картины самбо. За этим танцевальным названием кроется сюжет о тяготах эмигрантов Парижа. Рассказывает нам об этом очаровательный актерский дуэт в лице Амара Си и Шарлотты Гинсбург. У нас всего лишь 48 часов, чтобы туда попасть. Нужно быстро продвигаться. Добрый день, как вас зовут? Самбо, Сиса. Элис, записывай. Я немного проработал в столовой, потом подал заявку на вид на жительство, меня арестовали. Уроды. Я тоже так подумал. Это тоже записать. Темнокожий актер Амар Си стал настоящим открытием после выхода фильма «Один плюс один». Картина имела широкий резонанс и до сих пор пользуется огромной популярностью. Шарлотта Гинсбург, дочь знаменитых родителей, своим примером доказывает, что природа вовсе не отдыхает на детях знаменитостей. Звезда провокативного фильма «Нимфоманка» в самбе раскрылась совершенно по-новому. Не каждому под силу такая тонкая актерская игра. Как известно, Париж – город любви, так вот, фильм как будто дышит любовью и пробуждает зрителей искренние человеческие чувства. В итоге, фильм «Самбо» признаем лучшей премьерой месяца за общее настроение, колоритную экранную пару и человеческую душевную историю. «Оранж-карт» достается фильму «Отель Мэри Голд. Заселение продолжается». Вторая часть британо-американской ленты о европейцах и американцах, доживающих свой век в индийском отеле, стала более ироничной и динамичной. «Отель Мэри Голд. Уже 8 месяцев работает весьма успешно. Сани каждое утро устраивает перекличку». «Крайне важная мера предосторожности. Надо убедиться, что за ночь никто не умер». «Миссис Ивлин Гринслейд!» «Здесь». «Дугла Сэнсли?» «Да, я тут». «Миссис Мэдж Харт Кассел?» «Здесь». «Норман Казенс и миссис Кэрол Пар?» «Мы здесь». Актерский состав команды поражает воображение. Увидеть мастеров своего дела дорогого стоит. Ричард Гир, Мэгги Смит, Джуди Дэнч, Билл Найи и их младший коллега Дэв Паттель подарят вам массу положительных эмоций и сподвигнут на поездку в Индию. «Яллоу Карт» остается для поклонника. Окончательно и бесповоротно. Это худший фильм месяца. Даже Дженнифер Лопес не спасает ситуацию и остается загадкой, как она могла согласиться сниматься в таком невнятном триллере, где молодой человек фанатично преследует зрелую женщину. Таким нам запомнился прошлый месяц, но пришло время вернуться в настоящий момент. В начале апреля на экранах страны стартовал режиссерский дебют актера Рассела Кроу «Искатель воды». Обладатель премии «Оскар» замахнулся на эпичный фильм, основанный на исторических событиях. Съемки картины проходили на родине актера Австралии, а также на территории Турции. Парадигма натурных съемок здесь более чем масштабная, поэтому чисто визуально кино получилось очень живописное и поэтичное. Рассел Кроу в главной роли, как всегда, выглядит органично, а вот с остальными актерами не все так просто. По сюжету центральный герой фильма отправляется на поиски своих сыновей, которые во время Первой мировой войны пропали без вести при сражении на полуострове Галлиполе. Военные перипетии изображены достоверно и в некоторых случаях даже чересчур детально. Визуальной составляющей вообще отводится огромное внимание и зачастую пространное выстраивание красивой картинки отягощает хронометраж фильма. Для первой работы на посту режиссера это вполне похвальный результат, но есть нюансы, которые не позволяют картине войти в высший эшелон кинематографического искусства. Апрель подобрался к золотой середине, и мы уже можем выделить новых претендентов на спешл кардс. Мы возлагаем надежды на фильм «Дикая», которая была представлена на прошедшем Оскаре в двух номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль второго плана». Пресловутые награды фильму не достались, но интерес к экранизации реальной жизненной истории о смелой женщине, совершившей одиночное путешествие длиной в 4000 километров, от этого не угас. Очевидно, что это триумф актрисы Риз Уизерспан, по совместительству занявшей роль продюсера. В недавнем времени она уже успела зарекомендовать себя как успешный продюсер. Достаточно вспомнить нашумевший фильм Дэвида Финчера «Исчезнувшая», чтобы оценить ее продюсерский уровень. Мы привыкли видеть Уизерспан в роли легкомысленных блондинок или романтичных барышень, но это совсем другой случай. А бросить не думала? Всего лишь каждые две минуты. Я бы много чего бросил. Режиссером фильма «Дикая» выступил Жан-Марк Валле, известный своими неповторимыми киноработами «Молодая Виктория», «Кафе де Флор», «Даллский клуб покупателей». Следующий фильм в списке нашего ожидания – это драма «Территория». Режиссер проекта Александр Мельник дебютировал в кино в 2008 году с фильмом «Новая земля» и, полагаясь на свой опыт, вновь объединил на съемочной площадке мощный актерский состав. Константин Лавроненко, Григорий Добрыгин, Егор Бероев, Евгений Цыганов, Ксения Кутепова и другие разыгрывают переложение романа Олега Куваева, повествующего о золотоискателях. Широкомасштабные панорамы русского севера и накал драматических страстей гарантированы. И замыкает нашу тройку самый громкий блокбастер весны – «Мстители. Эра Альтрона». Здесь комментарии, конечно, излишни. Мы все прекрасно понимаем, чего ожидать от подобного зрелища. И будем рады увидеть на экране любимых героев. Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Черная Вдова и Ижи с ними в очередной раз будут спасать мир при поддержке сногсшибательных спецэффектов. И напоследок мы подготовили специальную рубрику «Мувитон рекомендует». Сегодня мы представляем вашему вниманию фильм Вуди Алина «Магия лунного света». Фильм вышел в прокат в сентябре прошлого года, а 19 марта 2015 года состоялся официальный релиз на DVD. Светопередача в пастельных тонах, эпоха ретро-изумительные пейзажи – все это доставляет неимоверное удовольствие. 20-е годы прошлого века. Известный иллюзионист по приглашению друга едет на Лазурный берег. Здесь ему предстоит разоблачить юную шарлатанку, которая делает вид, что умеет общаться с духами. Я считал, что в жизни нет ничего, кроме скучной реальности. Но ты – доказательство обратного. Есть тайна, есть магия. Выпадите! Бежим! Тетя приводила меня сюда ребенком. Крыша раскрывается, можно идти к вселенной. Это страшно. Вовсе нет. По-моему, очень романтично. Вечный романтик Вуди Аллен с присущей ему иронией создал поистине красивую историю любви. Мистер-элегантность Колин Фёрд и сама непосредственность Эмма Стоун выдали целую палитру чувств. От неприкрытого противостояния до всеобъемлющей любви. Само название фильма настраивает на возвышенный лад, и это вполне оправдано содержанием. Весна – пора любви. Так что, если вы еще не успели, то сейчас самое время посмотреть фильм Вуди Аллена «Магия лунного света». Желаем приятного просмотра. С вами была программа «Мувитон». Выбирайте достойные фильмы. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok